Наша задача – оповестить всех родителей, проконтролируйте сами своих детей. Для информации родителям очень полезна наша встреча, потому что немногие родители это знают, я не там. То есть родители говорят одно, что надо себя вести нравственно, морально, вести себя культурно, вежливо общаться. А со сценой им показывают совершенно другое, что можно материться, можно пить алкоголь в раннем возрасте. Парк в том, что когда молодежь придет на этот концерт, она увидит, что они не одни такие, что это все можно, что это все разрешают, что никто их к ответственности не привлекает. Это тоже можно, раз и можно, значит и нам можно. Основная монитория мероприятия – это дети. Несет ярко выраженный аморальный характер, агрессивную пропаганду пошлости, алкоголя, мата с микрофоном во рту. Там со сцены идут сплошные маты и с пивом, и в трусах как бы. Продажи алкогольной совершеннолетии мы зафиксировали. Приходили дети, причем без сопровождения родителей. Это еще немного не можно назвать спорно. Мы так делаем, делайте так же. Ничего за это не будет. Это явно регресс. Разврат на его проживание среди молодежи. И были зафиксированы неоднократные нарушения возрастного ценза. С множественными признаками административных правонарушений уголовных преступлений. Молодые мамы с 16 лет с детьми какими-то грудными, ну просто жесть что-то появилось. И в какой-то момент это может очень плохо закончиться. До какого предела можно дойти, пропагандируя такую культуру? Мы считаем, что этот предел уже настал. Всем абсолютно пофиг, вот честно. Узнал от своей дочери, которой 11 лет, что многие родители, они даже не понимают, куда ведут своих детей. Требуем запретить проведение концертов в музыкальных исполнительных местах самка иммунитет, провести проверку согласно Головному процессуальному кодексу. Они что, гастролируют по всей стране? Да. Многие родители об этом не знают, что их дети купили уже билеты. Даже те, кто об этой группе не знал, теперь узнают благодаря нам. Здесь собрались именно отсознанные родители, которые об этом думают и поднимают вопросы. Мы сделаем все, чтобы он не состоялся. Чтобы этого в субботе не было. Вы просто об этом не говорите и не показываете ничего. Мнения общественные кого-то. Мы не хотим, чтобы такие люди появлялись в нашем городе. Мы их надо спрашивать. Мы с ними спросим. Что творите? Не допускается, вот такие подобные концерты. Еда пришла в наш дом. Это нельзя эту грязь в наш дом пускать. Приехала Юля. Субботник. Не хочет общаться. Я говорю, здравствуй, как вы? Какой конкурент? Какой конкурент? Если бы они правду показывали, был бы конкурент. Тарантино, понимаете? На правах одного из организаторов данного мероприятия и самой петиции возьму слово и начну наше собрание. Я категорически приветствую и рад всех видеть. Здесь братьев, коллег, общественников, спортсменов. Здесь есть также представители, помощники депутатов присутствуют. Казаки, ну, перечисляют все книги. У нас здесь все заредактировано. Все это можно будет посмотреть. Прежде всего, мы все являемся, большинство являются родителями, отцами. Данная инициатива была нами инициирована для того, чтобы обсудить и выработать решения по вопросу данного исполнителя, в кавычках, персонажа, как, не знаю, кому как больше подходит. Творчеством назвать это трудно, поэтому сейчас все обсудим, каждый выскажется и примем решение. Какие-то, может быть, еще дополнительные предложения будут по тому, как. И озвучится план, который уже был проведен в исполнении, куда были написаны письма. То есть полностью отчитаемся о том, что мы сделали. Сейчас я хочу предоставить слово коллеге, товарищу своему, который тоже в основном являлся инициатором, потому что у него дочь попросилась на мероприятие, поэтому мы решили отреагировать. И спасибо всем, что вы нас поддержали. И сегодня присутствуют не все, кто хотел сегодня присутствовать, потому что у кого-то работа, у кого-то что-то. На самом деле очень много поддержки, очень же намного больше. Поэтому Андрей Нагуманов, слово. Всем добрый день. Меня зовут Андрей Нагуманов. Я помощник депутата Нечапуренко Дмитрия Сергеевича, а также отец двух замечательных дочек. Рад присутствовать здесь на данной конференции. Вижу, что сегодня собралась очень интересная публика. Я, наверное, один из самых, кто обретил внимание на данную проблему, о предстоящем концерте исполнителей «Инстасанка» и «Манекен» в городе Судуде. С оригинальной общественной организацией «Зарница» мы составили петицию, которую поддержали более 20 общественных организаций города Сургута. Я благодарен своему депутату Нечапуренко Дмитрию Сергеевичу за то, что он также поддержал данную инициативу и отправил официальное письмо прокурору города Сургута Барину Леониду Алексеевичу дать правовую оценку возможностей проведения концерта. В случае обнаружения признаков, противоречивших действующих законодательствам Российской Федерации, прошу запретить выступление артистов на территории города Сургута. В связи с тем, что творчество данных исполнителей несет ярко выраженный аморальный характер, несет агрессивную пропаганду пошлости, алкоголя, мата и прочих деструктивных смыслов, нами была создана петиция с требованием отменить данный концерт. Ниже подписавшиеся, хотели бы привлечь ваше внимание к следующей проблеме, сообщаем о предстоящем выступлении музыкальных исполнителей «Инстасанка» и «Манекен» настоящие имена Дарьи Евгеньева Затеева и Олега Руслановича Герубкина в городе Сургуте 10 декабря, которое запланировано в 8 часов вечера в развлекательном комплексе «Вавилон». Концерт отмечен для представителей возрастной категории 16+, то есть это несовершеннолетние. При этом, как показывает практика, что у детей 14-15 лет, покупающих билеты на подобные мероприятия, кассиры не проводят паспортный возрастной контроль. Формально данная установленная возрастная категория позволяет попадать на концерт несовершеннолетним любого возраста. Основная монитория мероприятия – это дети и подростки. Кроме того, указанная в рекламе установленная возрастная категория 16+, недопустимо, она идет в разрез законодательства. Несовершеннолетние дети до 18 лет защищены от информации, содержащих в песнях исполнителей «Инстасанка» и «Манекен» по ФСЗ номер 436 о защите детей от информации, причиняющих вреды здоровью и их развитию. Следует отметить, что даже если приведенные текстописи могут казаться двусмысленными, однако визуальное сопровождение клипы о данных исполнителей содержит конкретную информацию, подтверждающую аморальный, асоциальный, целиком негативный по своей направленности смысл. То есть, как сказал Сергей Петрович, я о данном концерте узнал от своей дочери, которой 11 лет. Ее одноклассницы планируют посетить данное мероприятие, то есть это родители поведут на концерт своих детей. И проблема в том, что многие родители, они даже не понимают, куда ведут своих детей, и что дети слушают, какую информацию получают. Данную петицию мы отправили прокуратуру ХМА в Югре, депутатам города Сургута, главе города Сургута. Также жалоба была отправлена УМВД России по ХМА в Югре и уполномоченным по правам ребенка ХМА в Югре. Мне небезразличное будущее наших детей, я беспокоен данной проблемой. И если мы сегодня не обозначим эту проблему, не примем действия, то потом, может быть, уже будет поздно. У меня все, спасибо. Я хотел зачитать, кто подписал данную петицию. Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного видатора СМИКО, регионный резерционный пункт в городе Сургуте. Значит, данную петицию подписали такие общественные организации, как, я буду сокращать название, чтобы вложиться в уровень, не так. Культурно-патриотический центр поддержки творчества и инициативы ЦРК «Взорница», общественная организация возрождения национального агентства «Православное братство», информационное агентство «Редакционный пункт ХМА в Камчатской регион», общественная организация поддержки института семьи и традиций и семейных ценностей «Союз отцов Сургута», Центр сохранения и развития культуры и русской традиции, Центр комплексного благоустройства «Комфортная среда», Кутерское казачье общество «Сургут», Федерация кикбоксинга города Сургут, Федерация Куду России «ХМАО», Клуб единоборств «Югра», Региональный благотворительный фонд спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени Алексея Ашапатова, Спортивный клуб «Хищник», Союз десантников Сургута, Территориальное общественное самоуправление «Черный мыс», Казачье общество «Станица Сургутская», Кутерское казачье общество «Путер-Романовский город Канты-Мансик», Филиал международной общественной образовательной организации «Солидарность» в городе Сургут, Центр закаливания «Можете Сургута», Центр здоровья «Айсберг» и Организация по защите прав потребителей «Робин Гуд» председательства в городе Сургут. Это не полный список, мы назвали всего лишь 20 организаций, список до сих пор полнится другими организациями, подписи до сих пор собираются. Более того, вот те обращения, и жалобы прокуратуры, в МВД, полномочного по правам ребенка, это все было направлено примерно числа 17 ноября, мы начали направлять данные обращения начиная с 11 ноября. На данный момент уже выпущено видео примерно с тем же текстом, что мы здесь озвучили, образцы этих обращений, петиции и жалоб, приложенных к данному видео. Видео называется «Стоп инстасанка» или «Общественное мнение». На канале Сургутнадзор в описании есть ссылка на все документы. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям города Сургут, их мамы и вообще страны в целом с просьбой поддержать нас и выразить свое мнение путем направления данных жалоб и обращений в надзорные станции. Зачитаю концовку петиции. Требуем запретить проведение концертов музыкальных исполнителей «Стасанка» и манеке в городе Сургут. Всем неравнодушным общественникам, родителям, осознашенным масштабом трагедии по обратии нравственности в наше непростое время для тех, кому небезразлична судьба нашего будущего поколения, предлагаем ознакомиться с документом петиции, подписать и направить в администрацию города Сургут полномочные поправы ребенка, прокуратуру, ВМВД. Кстати, в ВМВД было направлено обращение еще 11 ноября. Срок регистрации 3 дня, плюс 3 дня на принятие решения. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, если они усмотрели там признаки совершенного преступления, они усмотрели, они зарегистрировали данное обращение в клинике учета совершенных преступлений, выдели номер. Из УМВД ХМАО в УМВД города Сургут поступило именно уведомление с требованием провести проверку согласно Уголовному процессуальному кодексу. А там учат другие сроки, то есть 3 дня на регистрацию, 3 дня на принятие решения. Если за эти 6 дней не было какое-то решение, то отправляется уведомление о продлении сроков. Такого уведомления никто из нас не получал. То есть в каком состоянии сейчас данная проверка, неизвестно. Мы сейчас будем поднимать этот вопрос, знакомиться с материалами проверки, писать на имя начальника УМВД города Сургут с требованием ознакомить нас с материалами проверки и сообщить вообще, какие действия были предприняты и что было проверено. И есть ли вообще уголовно-произоляционная проверка. Потому что по нашим свиньям идут уже нарушения. То есть обязаны были прислать уведомления как минимум одно о продлении сроков рассмотрения. Понятно. Еще вопрос у меня. Кто-нибудь проводил общественное углубленное расследование? Кто за этот самый организатор этого концерта, продюсер этого концерта? Что об этой группе вообще известно? Они что гастролируют по всей стране? Да. И что, я чуть-чуть посмотрел, что там протокодируют развратный образ жизни среди молодежи. Я так чуть-чуть посмотрел. Но надо накормить поднимать не только нашу сургутскую общественность. Может они где-то еще в Екатеринбурге выступают. Выступали, там тоже общественное... Ну еще прошел этот концерт, надо посмотреть анализ вообще общественного мнения. Отменяли, также отменяли. Отменяли? Да, была практика, отменяли. Со стороны казахов я скажу, что будем встречать так как Пусси Райс, наши братья казаки на Кубани. А организатор, кто тут? А там есть... Развлекательный центр, еще они не болею видят глаз народа. Которые думают, что это модно. Кожи деньги. Да, невзирая на нашу молодежь, они думают, что это модно. И как бы на этом, как говорится, сейчас могло говорить. Плохой пиар это тоже пиар. Ну тут их надо было сюда тоже привязать. Не для нашего поколения. Вообще, конечно, очень рад, что меня пригласили. Меня зовут Владышев Артем Павлович. Я руководитель спортивного клуба «Хищник». Если данные люди себя позиционируют как каким-то образом творчества, то всегда творчество имеет какой-то посыл. Есть какой-то фундамент. Кто-то там поет о природе, о любви, кто-то о спорте и так далее. Ну, здесь прямой вопрос. Если видит человек какую-то фотографию, если девушка стоит с пивом или с микрофоном во рту, как бы здесь возникает прямой вопрос, что посыл у человека для нас, для взрослых, совершенно понятен. Я думаю, что так же и для детей. Сейчас у нас с 10 лет, с 12 лет, дети видят на прилавках магазина, как выглядит бутылка пива. Как выглядели бутылка пива. Как нельзя одеваться, они тоже имеют себе представление. Полное противоречие данный персонаж в полной мере показывает о том, что вот, пожалуйста, мы так делаем, делайте так же. И как бы вам ничего за это не будет. Пейте алкоголь, ходите на наши концерты, ведите такой же образ жизни. И у вас все будет так же замечательно и хорошо. Поэтому здесь не вижу вопросительных моментов по причине, чего мы здесь собрались. Просто даже уже на таком уровне это происходит, что немножко даже стыдно, что нам приходится обращаться к кому-то для того, чтобы нас воняли. Я сомневаюсь, что где-то в каких-то структурах есть люди, у которых нет детей. У каждого. В полиции, у каждого еще где-то есть дочь, есть сын. И здесь тоже вопрос возникает, почему это все так на самом деле упущено и все умалчивают это. Дело даже не в том, что мы усматриваем в ее творчестве аморальное, бездрастное социальное поведение с множественными признаками административных правонарушений, уголовных преступлений. А дело в том, что многие родители об этом не знали, что их дети купили уже билеты и собираются сходить на данный концерт. Они думают, что приехала какая-то девушка модная, красиво одевается, хочет что-то там спеть. А на самом деле там со сцены идут сплошные маты и телодвижения вообще неприемлемые. Да, аморальные полуции. Аморальные. То есть тут идет подрыв воспитания родителей, то есть вот института семьи в том числе. То есть родители говорят одно, что надо себя вести нравственно, морально, вести себя культурно, вежливо общаться. А со сцены им показывают совершенно другое, что можно материться, можно пить алкоголь в раннем возрасте, что можно там ругаться матами. Ходить в трусах. Всякое поведение. И когда ребенок это все посмотрел, он выходит на улицу, он осознанно и неосознанно может где-то сматериться. И мало кто из детей понимает, что это сразу статья 20.1 КПРФ это мелкое хулиганство до 15 суток. И то есть вот это ОДМ там все начинается, если совершеннолетний, могут и 15 суток дать. То есть там поднимают родители. Вот это вся работа полиции. Зачем это все нужно? У меня такой вопрос. Скажите, вот то, что сейчас это внимание так заостряет на этой группе. Не получится ли так, что даже те, кто об этой группе не знал, теперь узнают благодаря нам? У нас общественная, региональная общественная организация Зарниця, председатель организации Милошенко-Севьев. Есть два момента, да, я вам поставил. Прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Одно дело в Ютьюбе нужно сейчас достать все. Там то же самое абсолютно происходит. Но другое дело пойти именно на этот шабаш, или, я не знаю, в кавычках, и уже погрузиться в эту атмосферу полностью с головой, скажем так, промариноваться. Вот о чем речь идет. А уже дома, пускай каждый сам контролирует своего ребенка, если ему есть для него дело. То есть какой родитель? Все родители разные. Здесь собрались именно осознанные родители, которые об этом думают и поднимают вопросы. И человек, когда узнает об этом информацию, как вы говорите, пропиарим этот сейчас концерт, он скажет, нет, дорогой, или дорогая моя дочь, ты не пойдешь, я знаю теперь, что это такое. Ну и будет пригадывать за этим, и как-то обращать внимание, какой контент вообще просматривают. Они могут контролировать. Возможно, но, по крайней мере, может быть проведет какую-то работу, или будут пригадывать, там, не знаю, есть ограничения разные в Ютьюбе для детей, и так далее и тому подобное. Потому что дети не только 14-16 лет смотрят, и 12, и 11, то есть прекрасно понимают, что попадают в руки телефоны, там нет никаких блоков ограничений, можно любой контент найти в этой всемирной сети. Атаман Казачьего общества, станица Сургутская, Дмитрий Николаевич Личинский, в прошлом сотрудник органов унтриния дел и спецназа ВВД. Я проработал на оперативной работе, знаю все, укладывал на процессуальный кодекс. Вот они должны были уже подготовить ответ на наши требования, то есть на письмо всего обращения. В консилиуме есть общественных организаций написать предупреждение или письмо, что почему не работают согласно закону, процессуальным не дают ответ официальным запросам и официальному обращению. Потому что сроки уже вышли, по-моему, да, 10 дней, еще 10 дней, а уже с какого, в ноябре? 10. Там 3 продления, 3, 10 и до 30 дней. Но они должны были прислать уведомления. То есть уже можно писать жалобу в порядке ПК-124. А нарушение уголовно-пространственного кодекса? Ну, я думаю, инициаторам этого письма уже нужно от нас тоже подготовить, что это неправильно делается. Должны уже быть официальные ответы, и уже должно быть по нему принято, наверное, решение. Так вот, это и суд направлено, что отменить или не отменить, а товарищу или оштрафовать, или на вид поставить, который организует такие шабаши аморальные. Ну, вообще, насколько как бы в социальной сети сейчас также есть какая-то нагуляющая информация о том, что их уже где-то в каких-то регионах оштрафовали? Да, есть. Если, как бы, я не ошибаюсь, скажем так, если инстасамка – это персонаж в юбке, есть там еще Маргенштерн один, да? Продюсеры какие-то? Да, говорят, что, допустим, непосредственно Бастрекин. Фамилия Маргенштерн? Да. Псевдоним. Псевдоним сейчас в бегах о том, что я привлекался за продажу наркотиков. Работа какая-то ведется, скажем, на российском уровне, да, в верхах, ну и, соответственно, мы на месте здесь тоже не сидим и подключаем свои возможности. Есть моменты, как бы, по поводу фильтрующих каких-то органов. Почему? Получается, сейчас это уже крайняя точка, когда они уже все решили о том, что здесь будет проходить, да, этот концерт. То есть, как бы, здесь никакого вопроса ни у кого не возникло, да, все в порядке. Всех пропустили, как бы, и с пивом, и в трусах, как бы, открытые двери у нас, получается, для вот таких мероприятий. Просто непонятно, когда вдруг мы стали таким государством, в который можно скидывать весь этот хлам, эту грязь, эту свалку, да, и как бы, и мы такие сидим, ну, и, в общем, это современная тема, да. И мы, как бы, ну, есть современные темы, какие-то армии, да, ну, какие-то там компьютерные технологии, там, да, или, там, ну, соответственно, там, молодежь какой-то, новый вид спорта появляется, или еще что-то, творчество какое-то, здесь же опять не назовешь это творчеством, с таким посылом. Поэтому, ну, тяжело осознавать, что уже вот до такой точки это дошло, и мы здесь это все пытаемся снизу поднять, тогда уже где-то решено уже это все. Я бы хотел добавить, что, в чем заключается вот это событие, да, концерта. Вот вы говорите, прибавит популярности, это уже есть в Ютубе. Факт в том, что, когда молодежь придет на этот концерт, она увидит, что они не одни такие, что это все можно, что это все разрешает, что никто их к ответственности не привлекает. Все это, они матерятся, делают, что хотят. Это тоже можно. Раз и можно, значит, и нам можно. А самое главное, это никто не запрещает. Значит, это можно делать и на улице. Многие так могут подумать. У меня вопрос к Андрею, Юлия Склеропа, Сургутинфор.ТВ. Нет ощущения, что это борьба со следствием, некое место борьбы с причиной. Причин может, конечно, быть много, но вот одна из явных, которую я вижу, отсутствие альтернативы. Вот что вы сделали для того, чтобы появилась альтернатива, появился кто-то достойный? Ну, потому что не такой уж у нас и разнообразный сейчас досуг получается у детей вот этого возраста, о которых речь идет в петиции. Илья, я благодарю за вопрос. Тут, видите, дело в том, что если у нас есть хоть один шанс об отмене концерта, то мы сделаем все, чтобы он не состоялся. Поэтому наша инициатива была собрать эту конференцию, подключить общественные организации к данному вопросу, чтобы этого в сургане не было. Добавить по поводу альтернативы. Дело в том, что, как вы видите, здесь очень много общественников собралось и представителей спорта, поэтому замена, альтернатива данному концерту, это множество мероприятий. Только у наших уважаемых казаков столько мероприятий различных происходит. Интересно. Думаю, мы не без связи с комплимированием. Союз от марта, русские традиции, хороводы. Альтернатива есть, и она в работе. Вы просто об этом не говорите, не показывайте ничего. И у меня еще один вопрос. Даже не у меня, а у наших читателей. Мы когда размещали новость о том, что появилась такая петиция, в комментариях люди разделились на два лагеря. Одни абсолютно вас поддерживают, говорят, что действительно концерт нужно запретить. Вторые, вот я даже, наверное, процитирую, говорят, что может быть сектор газа и красную плесень в вашей юности никто не забыл? Вот такой вот вопрос от одного из наших читателей. Нет, давай, я отвечу на этот вопрос. Я скажу, потому что я могу это самое все. Плесень и еще вот эта сама, она в 90-х годах начинала. И тогда цензура как раз у нас распалась. И аморально, и все, и ничего, и так самое, все новое. И из таких вот общественных организаций, к общественным денег, вот это условие, все делали деньги. Тот же самое все. И «Ласковый май», и все ансамбли там по этим самым. Поэтому в то время, да, кто-то любитель был сектора газа, кто-то не любитель, все, но они выступали, все равно. Тоже принимались к ним санкции, штрафные все и запрещали. Потом пьяные там дебоши на концертах, так оно же было все. Но запрещали, они тоже под санкции попадали. Если учесть, что в 80-е годы они расходились только на аудиокассетах. И попрошу заметить, данные группы, которые мы сейчас озвучили, и в комментариях, которые я спрошу, так же ничего хорошего они не дали. Да? Разве там написано, что они какую-то пользу принесли, да? Или еще что-то нет, там не написано. Да, они были. Но на сегодняшний день я не могу сказать, что там, допустим, я не слышал, или мне разрешал слушать их отец. Я, допустим, слышал, что есть такая группа, но в дом у меня не включался. Поэтому я и не знаю этих слов, возможно, которые они там потребляют. Вопрос еще в том, до какого предела можно дойти, пропагандируя такую культуру. Мы считаем, что этот предел уже настал. Давайте я еще отвечу по вашему вопросу. Я также читал эти комментарии. Да, вы правильно сказали, что аудитория разделилась на тех, кто поддерживает, и те, кто говорят, что... Ну, что такого? Пусть ходят, кто хочет, тот входит. Да, то есть мои дети там у них ходят. Вот мне нравится приводить пример. Допустим, если у вас в подъезде организуется притон, организовывается стейк-клуб, и вы будете ходить к себе домой. Сейчас какое-то время вы увидите у себя в подъезде, что появляются наркоманы, что появляется грязь. И люди также будут говорить, «Ну, я же туда же не хожу. Я же правильный, но я туда не хожу». Но это все будет вокруг него появляться в подъезде. И в какой-то момент это может очень плохо закончиться. Спасибо. Спасибо. Это, я должен сказать, что Сургут – это наша малая родина. И от того, что мы активизируемся здесь, это показатель нашего понимания и единомышления, что дети в наше будущее и воспитывать в рамках семейных традиций, это здесь присутствующих на первом месте стоит. Сургут является самым благополучным в социальном плане и по преступности, и по спортивным мероприятиям, культурным мероприятиям. Вообще лидирующее место в России занимает. Поэтому мнение общественников и народа здесь делает очень важную роль. Карман Коробейников, Юрий Борисович, Акавану Хутера. Вы знаете, здесь немножко вопрос наверное был глупый все равно. Мы отменили пионерию, отменили комсомов, а это в свое время был очень большой рычаг на мораль, на нравственность человеческую. И даже, как вы говорите, сектор газа, комсомольцы осуждали это. Хоть слушали тигаря, но не бравировали, по крайней мере. Сейчас у нас на самом деле такая ситуация, Дмитрий Николаевич, я с вами согласен, что Сургут один из богатых регионов, поэтому вся грязь прилипает к нам. Потому что едут за деньгами сюда и так далее, и тому подобное. И тем не менее, они как раз нам очень сильно и мешают. Потому что они вносят свою вот эту всю ловну, которую мы как общественники не приемли. Наверное, настал такой момент, вот раз мы здесь все собрались, все-таки нашим всем общественным организациям, как-то собраться, разобраться с нашей администрацией, сказать, создайте свой какой-то совет, чтобы она все-таки обращала администрацию на нас внимание, чтобы мы не хотим, чтобы такие люди появлялись в нашем городе. просто-напросто, да. Потому что мораль такова, сейчас нет ни пионерии, ни консомола, родители зарабатывают деньги, деньги представлены сами себе просто-напросто. И никто не может их контролировать. Родители на работе, они с уроков ушли, чем они занимаются, неизвестно. Правильно, сейчас еще очень много инстаграма, там и так далее, интернет влияет. Очень много негатива на детей сваливается. Поэтому, если мы сами не обратим на своих детей, и вот эти одноразовые встречи, они ничего не дадут. Это надо в городе менять, в городе. Просто на пути. Вот так. Лично мнение наших газопортов. Вот еще представители федерации. Федерация художников, Мау-Ебрек, Мусара Мазанова. Я вот как спортсмен, мы поддерживаем молодежь, развиваем спорт, да. Спортивные мероприятия все отменили. Вот то, что касаемо спорта. Почему, вот мне вот, ну, не могу понять. Именно вот это мероприятие можно провести. Это вопрос, в первую очередь, и рост потребностей можно задать, и ожидать нам. Почему? Тут финансовая составляющая. И финансовая. Их задача, наша молодежь, мне так кажется, больше к разврату, да. Аморально. Да, и, конечно, если мы к этим организаторам подойдем, скажем, что вы творите. У вас что, самих нету, дети? Ну, администрация, администрация, как бы, да, у них там свои. А в первую очередь, это арминистраторы надо. Почему? Потому что у нас у всех есть, и знакомые там, и друзья, друзей. Вы что творите? Нам еще вместе кушать кусок хлеба. Если я не плен, то скажите, это не плен. Ну, сам, похоже, не за деньгами, не за столько деньгами, не за столько деньгами. Просто, я вот сейчас узнал, когда, ну, до начала, у нас, получается, там, знакомые, знакомые, ребята тоже, организаторы, обедение. К ним нужно вопросы. Вы, ребята, что творите? Правильно. Вот, им же кто-то, ну, садим же кто-то дает, просто это проводить. Вот в чем еще вопрос возникает. мы с ними спросят, допустим, и дальше все органы, к которым мы обратились, как бы, которые первостепенно должны были отреагировать на это, они почему-то просто отвернулись и сказали, корректно-предалпы, вернулись, мне кажется, просто ждут. Просто, делу свое дело, может быть, если бы, вопрос возникает. Ну, давай же, мы хорошим, десантливом. Ну, Арсиан Анатолий Николаевич, союз десантлива Сургута. По поводу площадок, у нас есть, до уровня, достаточно, в Сургуте, вы говорите, что нету, нечем заняться. У нас есть сибирский регион, у нас есть юная армия, которые занимают, детей, воспитывают, патриотизм. Факт не в том, что только вот по этой инстасамке разговор, нам вообще надо не допускать Сургуту, вот такие, подобные концерты. Возрастной ценность, пожалуйста, 21-18 лет. нельзя всегда все запрещать, надо что-то дать. Есть творчество, но давайте подумаем, кого опускать на это творчество. Тот же сектор газа, он уже тоже был. Здесь сколько вопросов еще, видите, мы здесь все собрались, вроде бы, кто-то спорт, кто-то еще какие-то направления, связанные с воинской дисциплиной, да, но мы не должны забывать, что существует все-таки, не все хотят быть спортсменами. если вы не говорите, сейчас молодежь получается подталкивать, идите в спорт, идите на военную, ну вот я иногда смотрю на некоторых детей, ну вот, да, ему нужен спорт, но не идет у него спорт, да, он хочет увлекаться там рисованием, допустим, да, или еще чем-то, как бы, то есть, ну, последнее время, насколько у нас есть готовы, есть ли, да, Ну, короче, насколько у нас сейчас очень сильно развита, детские творческие там различные кружки, там направления, также коммерческие направления в данной сфере, там компьютерные какие-то там направления, да, то же самое, пение социальных сетей, это прекрасная альтернатива, ну, блин, ну, это такой же степень, как бы, ну, это такой же степень. Вот подписи общественных организаций подтверждают, что альтернатива есть, тут и русские традиции, их работа, и физкультура, и спорт, и все есть, пожалуйста, для любой категории возраста. Коротко еще проблему обозначить, можно? Ярослав Евгеньевич Соколов, русские традиции, значит, вот неоднократно в Вавилоне на подобных концертах был возрастной ценз 18+, но постоянно, это не на одном концерте, это был мониторинг на нескольких концертах, приходили дети, причем без сопровождения родителей, так как коммерческое учреждение заинтересовано максимум прибыли извлечь, это происходит регулярно, то есть, и никто их не наказывает, вот в чем проблема, нет контроля. Нам сейчас могут что ответить, у нас концерт, аудитория 18+, но по факту, если вы придете, вот сами, вот все, кто здесь сегодня собрались, можете прийти, если данный концерт не отменят, прийти и посмотреть, масса молодежи придет, и причем совершенно без сопровождения родителей, это... 18+, если будет ценз 18+, то, я говорю, что мы уже проводили контроль, и были зафиксированы неоднократные нарушения возрастного ценза, а в развлекательном комплексе... Это было не возрастном цензе, а именно... Это не работает. Это было уже, это не работает, возрастной ценз. Это наш профопатикорганизация, Денис, точно, да. Мы пару лет назад пытались отменить, Денис, как же меня зовут, пытались отменить концерты Егора Крида и Элджея. Егора Крида мы смогли отменить, потому что они там даже паспорт безопасности не подготовили, документы. А с Элджеем ситуация была сложнее, потому что они в частном организации в Вавилоне проводили. Мы смогли только добиться повышения возрастного ценза до 18+, потому что если маты есть, это уже 18+. Просто самки, я думаю, точно маты есть. Но с какой мы проблемой столкнулись? С организаторами мы общались, там, молодая гвардия Единой России организовала на встречу, мы с ними напрямую пообщались. В принципе, это знакомые нам люди, еще с университета, они и КВН нам занимаются, и организации всех концертов в Сургуте, там, вузовых, и все это привозят. Их личное мнение нам понятно, то есть они там выросли на секторе газе, то есть им это все нравится, и они это все как бы продвигают, и ничего в этом плохого не видят. То есть проблема не в организаторах, с ними все понятно. Проблема в контролирующих органах, которые допускают нарушение закона. Всем абсолютно пофиг, вот честно. Что происходит с детьми? Значит, мы попытались проконтролировать закон 18+. В Сургуте, оказывается, такой практики даже нет у полиции. То есть если у полиции нету практики, они не будут работать. Естественно, если бы на ЛЖ не пришли дети, несовершеннолетние, то концерта бы не было, потому что, ну, это целевая аудитория, кто сходит на такие концерты популярных исполнителей. Соответственно, мы не смогли остановить этот поток, потому что организаторы нашли лазейку, что при сопровождении родителей старших могут пройти дети. Но в законе говорится именно там про родители, а буквально какие-то левые дяди и тети, там старшие братья и сестры проводили с собой по 10-20 человек. Они заранее в группе ВКонтакте, там, где организация концерта, списывались в комментариях и договаривались, кто кого проведет. Так как возраст подняли до 18+, то возникла проблема. То есть организаторы легко обходят все эти штуки. Мы вызывали полицию прямо на мероприятие, видя весь этот беспредел. Полиция не приехала, они просто проигнорировали. Потом, когда мы перезванивали, они сказали, что участковый приезжал, но ничего не видел. Но мы не видели, что участковый приезжал. Расскажи, какие факты вы зафиксировали на этих концертах? Продажи алкогольных совершеннолетний мы зафиксировали. Они подняли скандал, что мы это все придумали. Ну, то есть мы подняли скандал, они как бы ответные, что мы это все придумали. Что это постанова. Мы сами купили, чтобы пробили свою организацию. Ну, вред, короче. Зафиксировали, что... Ну, мы все на видео, фото снимали, что куча несовершеннолетних прошло. Просто молодые мамы 16 лет с детьми какими-то грудными. Просто жесть что-то творилось. Это мы все зафиксировали. Они причем даже вот эти фотографии с этими молодыми мамами сами в своих группах выставляют. Вот к нам даже вот мамы приходят. Ну, они этим гордятся. То есть вот такой беспредел происходит. Абсолютно власти и правоохранительным органам пофигу. Вот честно. Можно вкратце. Усланов Фольберт. Мы же не пытаемся отменить концерты какого-нибудь там пасты либо Газманова, либо еще кого-нибудь. И ни в одном городе России этого не происходит. Если мы отменяем что-то, тема которой является наше собрание, то значит, это о чем ты говоришь. Многодетный отец, председатель региональной общественной организации Центра сохранения и развития культуры и русской традиции Валентин Николаевич Каленченко. И я представляю местную общественную организацию Союз Отцов Сургута. Вот, друзья, рад тому, что мы собрались и мы свое мнение высказываем. Но беда пришла в наш дом. У меня три сына растут. И если они будут смотреть то, что там показывают и что проталкивают детей наших, ведут по дороге от драных штанов до пустых сердец и голов. То есть реально, вот это нельзя, эту грязь в наш дом пускать. У нас дом Сургут, округ Россия. Поэтому пора возвращаться, наверное, к цензуре вот этих событий. В интернете мы сможем там запустить, что давайте предложим вот эту грязь все-таки убирать. У нас Сургут, там потом пошли Екатеринбург, Москва. Где-то это, может быть, пролезет. Но нужно подниматься. Нужно собираться вот такими вот обществами. Это мужской круг там. И интерес у нас один, чтобы мир наш здоровый был, духовный, телесный, чтобы грязи было поменьше. И с этим надо бороться. Я предлагаю по результатам этой встречи с организовацией какой-то общественный совет, вот даже на основе того, что мы сделали, зайдите его в администрацию. И если что-то будет по планам там наших департаментов культуры и прочих проводиться, чтобы они приглашали, говорили народ, мы хотим для города сделать то-то. Вопрос, сенсы-то одно. Но когда со сцены льется грязь, и они говорят, там, человек, который сейчас где-то в бегах, что он победу наших дедов и прадедов хочет куда-то отодвинуть, у меня, мягко говоря, там внутри закипает. Потому как такие начнут вырастать, и мы уже забудем, за что наши деды и прадеды кровь отдавали, жизнь. Так вот наша задача сейчас зачистить, чтобы не зашло в наш дом вот это вот, и делиться опытом. Ну, коротко, если бы. Шмыков Денис, Среди общественной организации, игра возрождение. Ну, мы как раз одна из направлений детьми занимаемся, и спортом. Но я вот творчественные тазанки не слушал до сегодняшнего дня, как бы, специально пересвечить, чтобы понимать, вообще, на что уйдет. Но однозначно, как бы, то, что она, то, что она, там, скажем, транслирует, я не согласен, почему там 16+, должен стать 18+. Силовой метод, вот сегодня коснулись группы Пуссерайт. Почему Пуссерайт знает весь мир? Потому что воздействовали силовым путем. Воздействие силовым путем это сделает из них мучеников, сделает из нее героев. Вот из этой отвратительной тетеньки, не знаю, сколько ей лет, она сделает из нее... Тазанка очень рада, что мы здесь сегодня сидим, обсуждая мир. Это однозначно, как бы. Что я считаю действительно конструктивно, это добиться, чтобы 18+, и чтобы, может быть, общественные, вот эти вот, общественники стояли и контролировали, чтобы дети не входили, а организаторы возвращали деньги тем, кто несовершеннолетний, с билетами стоял. Это уже крайний момент, когда здесь вдруг у нас не получится так же сделать, так что все равно они безответно останутся. Это однозначно только для взрослых. Это, скажем, это еще немного и можно назвать спорно, что об этом, так скажем, делать. И однозначно детям там не должно быть. Но каким образом запретить, остановить и не пустить, я не представляю. Значит, клуб Мажесу Гута, председатель Азамат Якупов. Что хотелось бы сказать? Вот вы говорите, что не будет ли это являться дополнительной рекламой, да? Вот эта вот информация, она прежде всего принесет пользу, она нужна для родителей. Вот есть регресс, есть прогресс. Вот это вот то, что Инстасамка делает, это явно регресс. Родители, вот я, допустим, до этого не знал, что это за движение вот эта вот Инстасамка, да? Узнав это, у меня тоже сын, ему 11 лет. Да, он единоборствами не захотел заниматься, я его на художество записал, он рисует. Родителям зачем это нужно? То есть, чтобы у ребенка вот это вот, если в свободное время появляется, вот эта всякая грязь будет на него нападать, и он будет интересоваться этим. Я его сына спросил, он, оказывается, знает это, но про эту Инстасамку, они видят это все. то есть, он как бы, когда родитель знает вот эту вот информацию, она принесет какую пользу? То, что он займет ребенка чем-то хорошим, ну, то есть, художество, там, спорт и так далее, тому подобное. То есть, я... Я разъяснил, почему это плохо. Да, да, естественно. То есть, это вот, то, что вы это все организовали, это будет для родителей как информационная польза, информационная польза, по крайней мере. Вот это хотелось сказать. Можно еще вопрос или Марку? Если смотреть интервью Маркинштерна полностью, то он говорит о том, что нужно прекратить тратить миллиарды и миллионы, платить звездам на то, чтобы они пиарили День Победы, закатывать салюты на миллиарды рублей и отдавать лучше эти деньги и тем выжившим ветеранам, которые у нас остались. Но это так. Если не читать контекст, а смотреть полностью. И вопрос. Есть какие-то у вас сейчас вот всех здесь собравшихся конкретные решения, предложения? То есть, вот есть петиция, есть обращение к главе, обращение в правоохранительные органы. Что дальше, какие дальше будут действия, решения? Дальше предложение было в середине письмо подготовить для всех тут собравшихся о том, что не приняты процессуальные меры в сроки и в ближайшее время, ну, три дня это достаточно, дать ответ официальному заявителю, а он разошлет нам уже эти материалы, а там уже оттуда будем уже дальше двигаться от той точки. Да, и нам у нас уже будет понимание, как бы, при чем время остается? За нас, как бы, или кто-то против. Завтра и перед трое суток для рассмотрения это достаточно уже погодить. Мы намерены контролировать заявление, да, намерены контролировать работу правоохранительных органов в рамках законодательства, в частности, вот, соблюдение в основном процессуальном кодексе. Пройдена проверка или сроки проекта продлены, мы доиспор не знаем, то есть, уведомления не поступало, хотя уже должно было быть сколько, 7 дней назад этот. уведомлений. и родителям очень полезно наша встреча, это нужно делать, потому что немногие родители это знают, я не там. моему ребенку 5 лет я уже знаю всех, кто будет служить. А все? И инстасановы, и все их знают, и кто они, то есть, моя задача родителей это вопрос, его не пустить изначально. Я, когда приедет, а их там тысячи, вот, их инстасанов, там тысячи, на самом деле. И я узнаю о нем, не когда он столько будет приедет, я узнаю о нем гораздо раньше, но это другой вопрос, как родитель. И, ну, действительно, запретить просто технически, я вот, ну, зная, как работает система и машина, как бы, я не представляю, как это сделать. А как запретили в Дагестане концерт Моргенштейна? Я хочу сказать, что наше собрание, вот здесь, да, это следствие. А причина заключается в том, что, с чего это все началось. Один из родителей случайно узнал, что его дети идут на концерт инстасанки. Случайно, совершенно. И узнать, кто такая инстасанка, это нужно время. Многие в городе срокот работают и не имеют этого времени. Даже на то, чтобы посмотреть, там, пару видеороликов, в интернете, кто это и что это. И чем она занимается. Наша задача оповестить всех родителей. Проконтролируйте сами своих детей. На предмет купили они или забираются идти, или вообще не заинтересуются данным творчеством. И клеится ли это вообще с внутрисемейным воспитанием. Да. Наша задача достучаться до родителей в первую очередь. Задать вопрос, допускают ли их семейные ценности данную информацию. которые доходят данные, данное творчество в кавычках для их детей воспитывали. И для этого своих детей, для того, чтобы отпускать манипуляцию. у каждого есть группа Инстаграм, ВКонтакте. Также можно этот вопрос задать родителям в виде голосования какого-то. Там и посмотреть на самом деле, где есть часть родителей субъективно, адекватных, а где нет. Отсюда мы уже можем соответствующие выводы делать. У меня вопрос в прессе. Нужен еще материал? Тогда благодарим. Подождите, 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 все высказались? Нету больше столь. Но вопросов у меня нет. А ну тогда оставим все еще. Благодарствую. До свидания. До свидания. Давайте заканчиваем. Благодарствуем всех, что мы все тут собрались. Очень приятно видеть, что все мужчины города Сургута поддержали нас и организации. Все замечательно. Давайте дальше контактить и решать подобные проблемы по благо нашего общества. Благодарствую. Давайте фото сделаем. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok